доброго дня всем любителям и профессионалам дзюдо с вами Роман Карасьев и вы смотрите youtube канал планета дзюдо и сегодня наша рубрика мы изучаем дзюдо мы рассмотрим вариант тренировки с помощью вот таких борцовских манекенов переоборудованных для занятий вот дзюдо вы видите на них одеты кимоно два разных чучела манекена ну просто они разные по весу и по росту для меня допустим удобно вот этот манекен просто он подходит по вес по росту моему вот но для детей может и тот манекен кто пониже ростный этот разный вес у манекенов у этого манекена где-то килограмм около 20 у того около 14 вы видите мы надели на них кимоно для того чтобы максимально ближе было ощущение того что мы все-таки изучаем дзюдо потому что в основном борцовские манекены без кимоно идут в комплектации и захваты все-таки где-то не те больше захваты получается борцовские плотности и так далее а здесь можно брать такое ощущение кому на самом деле мы занимаемся ну то есть у нас партнер наш кимоно и так сейчас давайте мы посмотрим одно упражнение которое можно выполнять с таким борцовским манекеном манекеном для дзюдо и прием называется на японском языке это японцы и задание или бросок через плечо и так наш манекен готов мы берем захват рукав от ворот я обычно ну как бы люблю делать некоторую такую вот раскачку видишь такое ощущение что кудзуши да чтобы мое чучело было немножечко оживилось мой манекен оживился и он как бы давал мне ответную реакцию кого-то бы я толкнул назад а он идет вперед и тогда я буду делать уже прием вперед ну и таким образом я еще знаете вот таком движении я немножко себя настраиваю на выполнение оно может быть два шага три шага в зависимости от подготовленности или от того какие мои внутренние ощущения можно делать быстро медленно это вы уже сами смотрите и так и консуинами вы видели что я взял руку на плечо то есть у меня рука с отворота я взял вот на плечо здесь сделал присед приподнял помощью ног и наклон идет сброс давайте я еще раз скажу с другой стороны как я всегда говорю лучше всего делать упражнение всегда в левую правую сторону ну если у нас как бы наша излюбленная сторона правая можно начинать сначала с левой стороны и потом делать правую сторону но всегда надо не забывать делать в две стороны потому что какая будет ситуация на самом деле в рандоре неизвестно а всегда лучше владеть техникой в две стороны итак давайте посмотрим в левую сторону чуть-чуть сюда сейчас так, немножко в голову с уши раскатываем взяли я делаю немножко замедленно ну для того, чтобы вам было видно вот можно делать быстрее, медленнее, как это уже по желанию но главное главное делать, да потому что порой бывает так, что мы хотим что-то делать много говорим но по факту ничего не делаем это я делал вариант, когда я оставался в стойке можно также делать вариант, когда мы переходим вслед за нашим помощником да, манекеном то есть мы переходим вниз, вместе с ним так называемый бросок с падением итак, давайте мы посмотрим как это выполняется вы видите, что я перешел до падения и здесь я могу сразу же фиксировать осей коми то есть переходить в технику лёжа давайте мы еще раз посмотрим вариант вот отсюда с этой стороны так же я сейчас сделаю с падением если вы смогли заметить я не делал такой ковырок через партнёр да, через манекен для того, чтобы зафиксировать осей коми зачастую так бывает на соревнованиях что мы делаем приём такой амплитудный, да делается ковырок мы переворачиваемся через него и можем попасться на осей коми в саммит, да или просто судья даст оценку там, в азаре, вместо икон а продолжения нет поэтому если мы уже делаем с падением то лучше делать это так плотно чтобы потом перейти на технику лёжа или осей коми болевой, там, душа ищий вот поэтому мы поставим наш чучело наш помощник борцовский манекен дзюдо на место занимайтесь дзюдо не на словах а на деле гарантирую это всегда лучше чем ничего с вами был Роман Карасьев вы смотрели ютуб канал планеты дзюдо до новых встреч